Для каждого фаната боевых искусств ярким зрелищем является нокаут. Но мало кто знает, что происходит с бойцом, которого нокаутировали. И каждый боец, профессионал либо любитель, все сталкиваются с ударами в голову и иногда нокаутами. Сейчас я вам расскажу, что происходит с организмом бойца, потерпевшего нокаут. Итак, начнем с того, что в момент получения сильного удара мозг встряхивается и по инерции смещается внутри черепа, касаясь его стенок. При этом происходит короткое замыкание, нарушение функций, происходит перезагрузка нервной системы и она входит в состояние застоя. Это самое короткое замыкание и есть нокаут. Пропустивший мощный удар в челюсть, боец теряет сознание и все его мышцы расслабляются. Он падает на землю, а очнувшись, уже не вспомнит, как пропустил тот злополучный удар. Сколько боец пробудет в нокауте, зависит от нескольких факторов. Видел ли удар боец, насколько сильный был удар и куда он пришелся. Нокаут апперкотом самые тяжелые и от того, как боец хорошо переносит удары. Есть множество примеров, когда боец пропускает, казалось бы, мощный удар, но стоит не шалахнувшись. После того, как боец очнулся после нокаута, в организме начинается перезагрузка. Из-за этого он будет плохо ориентироваться в пространстве, будет кружиться голова и точнить еще пару дней. Но восстановление занимает больше времени. В основном рекомендуют отдохнуть месяц-два и только потом начинать тренироваться. Но в редких случаях, когда бойца вырубают наглухо, он восстанавливается более месяца. В основном боец начинает тренироваться спустя 5-6 месяцев. Например, Майкл Биспинг, испытавший водородную бомбу Дэна Хендерсона, после боя около трех часов не понимал, что его нокаутировали. Во время поездки в больницу он спрашивал, «Куда мы едем? В больницу? Зачем? Что случилось?» Но главная проблема нокаута даже не в нем самом. Ведь один нокаут пережить можно. А вот после 7 или 10 начнутся необратимые процессы. Боец станет плохо говорить и двигаться. Может развиваться болезнь Паркинсона. Пример тому – великий Мухаммед Али. Но это не значит, что не надо заниматься спортом. Физическая подготовка нужна каждому. Всем желаю крепкой челюсти. Пока.